можно эзотерически повлиять на абьюзера на психически неуравновешенного человека таким людям всегда хочется кричать командовать они на всех обижаются и все люди для них плохие ведь это ведь от этой болезни нет лекарств и психологи все говорят что это не лечится я хочу напомнить недавно я проводил семинар и в этом семинаре я рассказывал вот о чем тот человек который нападает тот человек который командует этот человек который кричит чего он хочет он хочет соответственно чтобы ему подчинялись на него обижались его ненавидели то есть этот человек каким-то образом хочет подчинения это наше видение того что же происходит а я вам хочу сказать обратное по примеру своих детей когда я начал обращать внимание на то как растут дети я обратил внимание что если у меня три дочери они погодки если младшую погладить при всех и если старшую погладить при всех и упустить момент погладить среднюю в этот момент когда две дочери видят это то та дочь которая средняя она начинает кричать командовать обижаться вредничать скажите почему и что же она не до получила в этот момент это будет казаться смешным но в тот момент когда человек кричит я тебя ненавижу а ну делай как я сказал а ну я обиделся на тебя в этот момент человек хочет вашей любви он хочет вашей теплоты он хочет вашего расположения вы мне не поверите но если вы единожды пойдете навстречу и поверите мне и будете делать как я вас научу то это все закончится человек кричит сделай мне вот это я сказал говорите да хорошо любимый все ради тебя после чего подходите гладите его говорите а ты погладь не спинку или говорите хорошо конечно я тебя тоже люблю то есть вот так делайте идите этому человеку навстречу то есть не остановитесь в позу не начинайте доказывать победить это можно только если идти навстречу помните тот человек который нервный кричит кидается этот человек хочет любви он не хочет агрессивного нападения на себя он вы понимаете можно просить любовью это делать так дай мне свою любовь и говорит да любимый на тебе мою любовь после этого человек говорит да я сказал дай любовь ему говорят да пошел ты нафиг и третий момент а ну дала мне любовь иначе как дам в зубы и в первом и во втором и в третьем способе это желание расположение то есть человек требует расположение к себе обычно это происходит так мужчина допустим который зарабатывает деньги он очень устает выпил где-то пришел домой жена к нему не расположена она начинает его воспитывать кричат он в голове своей думает я ей деньги отдает свою жизнь на это трачу а дома она мне устраивает скандалы она мне обязана вообще всем и так далее то есть у него помутнение рассудка и она еще на меня кидается в этот момент она думает я его перевоспитают так вот я хочу вам сказать единственный способ перевоспитать такого человека это пойти этому человеку навстречу это пойти этому человеку навстречу его погладить поцеловать обнять сказать ничего любимый даже если он говорит глупости ты мне изменяешь говорите да я тебя тоже люблю любимый все в порядке он говорит я ненавижу тебя говорите ну бывает и такое я тебя тоже люблю все в порядке что тебе вот салатик дать что тебе дать хочешь я расчешу тебя давай ванночку тебе наберу ты мой зайчик все в порядке мы вместе это переживем вместе сцепим зубы удержите в себе возможность кидаться на этого человека это единственный вариант который может помочь человеку преодолеть или вам преодолеть вот эти трудности до момента пока вы будете бороться с таким человеком вы его не победите это стопроцентно проверено вот поверьте мне не нужно меня доверять или слушать попробуйте это все использовать об этом ни один психолог не скажет вот вам и